Дорогие и уважаемые друзья, дамы и господа, все люди доброй воли, к вам обращаюсь я, друзья мои. Вы знаете, есть такие люди, которые моторы, у них все время внутри что-то бьется, скрипит, трещит, свирестит, летят искры, происходит внутреннее сгорание. И самое главное, что в результате мотор не просто прибежит, стучит, а еще куда-то едет. Причем едет, как правило, достаточно быстро. Я этим людям очень завидую, потому что у меня вот эти все процессы обычно происходят очень медленно. А есть люди, которые моментально загораются, моментально двигаются с местом, моментально отправляются в путь, и моментально там оказываются, оказываются в таких местах, куда я со своими медленными скоростями мог бы даже не мечтать попасть, если бы не эти люди, потому что они еще хватают и тащат за собой. Вы знаете, я когда-то, в очень давние времена, дергал за струнгом бас-гитаре в любительском ансамбле, и три барабанщика у нас было последовательно, по несколько лет. Вот средний из них, второй по счету, был вот такой вот трактор. То есть я привык, что я тащу ансамбль, а тут меня вдруг барабанщик на сцене хватает и куда-то тащит. Мне приходится за ним пытаться как-то угнаться. Это очень было странное ощущение, не скажу, что некомфортное, но непривычное. Вот есть такой барабанщик на джанзовой сцене в Москве. Он тоже хватает, тащит, и у него внутри мотор, там происходит внутреннее сгорание. И этот мотор куда-то все время едет, и привозит массу людей вместе с собой туда, куда он едет. У него вот на сцене этажом выше летом этого года был небольшой фестиваль, очень яркий. И там он представлял проект под названием «Счастливый синапс». Я до сих пор боюсь представить, что это на самом деле означает, но мне очень понравилось это выражение «Хэпп и Сайнапс». Так вот, у него, как выясняется, все счастливее. Знаете, когда Хаджан из Средин уговаривал какого-то там нехорошего человека, что надо ехать в Египет, он ему говорил, что там в Египте все волшебное. Там трава волшебные, камни волшебные. Ну, что в Египте волшебная трава, я верю, но там еще были камни волшебные, воробьи были волшебные, и все было волшебно. Вот у этого человека все счастливее. У него синапсы счастливые. И теперь еще выясняется, что у него счастливая лаборатория. Эта самая счастливая лаборатория «Хэпп и Наб» открывается прямо здесь. В понедельник, вот на этом самом месте, где я сейчас стою, я сейчас сойду, и в этом месте немедленно откроется счастливая лаборатория. «Хэпп и Наб» и вести эту счастливую лабораторию будет в самой счастливой синем снасвете человек по имени Саша Машин. Прошу любить его и жаловаться. Вот это представление. Я на самом деле чувствую себя абсолютно счастливым, потому что очень часто, когда я приезжал в Париж, я заходил в место, которое называется Sunset, и там было два клуба, один над другим. Я приходил и думал, боже мой, как ведет этим людям, ты можешь идти в клуб и выбрать любой из двух концертов. Потом появился клуб Козлова, и там появились тоже две сцены. И мы вроде вырвались, но теперь у нас есть третья сцена в клубе Козлова. И я даже не знаю, насколько счастливы мои синусы, они, по-моему, просто совершенно сходят с ума. Вот, и я хотел бы поблагодарить Арайка за то, что у нас появилось вот это место. И да, Арайка, спасибо тебе огромное. Если бы кто-нибудь из нас сказал несколько лет назад, что у нас будет джаз-клуб, в котором будет три сцены, наверное, никто бы в это не смог поверить. На данный день это становится просто счастливой действительностью, так что спасибо. И в понедельник будет пробный формат, мы будем пытаться стирать границу между музыкантами, которые находятся на сцене, и людьми, которые приходят слушать. Мы будем стараться общаться, вы можете задавать вопросы между композицией, вы можете быть частью того, что будет происходить здесь. Это не джем, это не концерт, это наше общение с вами. Мы здесь все равны с вами, поэтому мы будем рады, если вы будете каким-то образом проявлять себя, разумеется, если вы будете хлопать, мы будем в войне счастливы. В общем, не стесняйтесь общаться с нами, будем рады этому. И я хотел позвать на эту сцену моих любимых музыкантов, с которыми я просто беззубно счастлив выступать вместе. Это Макар Нойков, Каправа. Алексей Иванников, Фортепьянов. И Андрей Касимников. Сапожный. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...